Собака-поводырь по имени Клэр стала героиней этой забавной истории. Она помогает своему слепому хозяину найти свободное место в поезде. Клэр ведет себя как предприимчивая бабушка, которая быстрее всех бежит к свободному сидению. А если мест нет, то не сводит с тебя глаз, пока ты не уступишь, говорит хозяин собаки. Уже больше миллиона человек выразили готовность штурмовать зону 51. Пока люди гадают, что можно обнаружить на этой базе, военные проводят инструктаж. Но что произойдет, если миллион человек действительно попытаются попасть в сверхсекретное место? Французский велогонщик Валентин Ануи сделал удачный, очень эпичный прыжок со склона над проезжающей колонной велосипедистов Тур-де-Франс. Райан Холл – боец, который не знает, как ему удается побеждать в октагоне. На самом деле, конечно, знает. Просто это фирменный жест Райана, как только судья объявляет его победителем. Он делает удивленный вид и пожимает плечами, будто случайно оказался на ринге. Мы даже организовали подборку этих забавных побед. IT-корпорация при помощи очков дополненной реальности показала точную голограмму человека, который может говорить на другом языке голосом нужного человека. На презентации продемонстрировали японский язык. Выглядит впечатляюще. Это значит, что тем, кто не любит иностранный в школе, наконец-то есть чем ответить педагогам и родителям. Осталось дождаться. Эта сонная утка стала героиней вирусного видео. Теперь каждый офисный клерк может понять, чего стоит его бодрость и работоспособность после чудесной воскресной ночи в клубе. Удивительные парни из сообщества фокусников наконец-то рассказали, как выглядит шоу со шляпой с точки зрения кролика-волшебника. Зал полный похлых кроликов, похоже, в восторге. А если соседи одолели вас постоянным шумом, то у нас есть для вас ответ. Точнее, его нашел португальский блогер. Он прикрепил к дрону фейерверки и опубликовал в своем инстаблоге комментарий. Если твои друзья устроили барбекю на улице и не пригласили тебя, смотри, что можно с ними сделать. На военном параде в Париже показали, как еще можно использовать дроны. Изобретатель Фрэнки Запата появился на ховерборде с винтовкой в руках. Ховерборда в Министерстве обороны Франции называют летающую платформу. Ее можно использовать как логистическую или штурмовую. Разработчик рассекретил лишь часть данных. Улучшенная версия ховерборда имеет семь реактивных двигателей и готова развивать до 190 км в час. И да, заряд держит пока лишь 10 минут. Хозяева кошки Лизи с псевдонимом Оул Китти при помощи хромакея добавляют ее в популярные фильмы и клипы, делая ее чуть ли не центральным персонажем. Кошка уже стала компаньоном Джона Уика, снялась в клипе Биллы Элиш, а также заменила гиппогрифа в Гарри Поттере и Симбу в ремейке Короля Льва. Будьте первыми, снимайте, выкладывайте. Самое лучшее, как всегда, покажут ваши новости в наших новостях. Субтитры создавал DimaTorzok